Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 888. Событие дня. Как эпиграф Откровение 10.6. Времени уже не будет. Ефесянам 5.16. Дорожа временем, потому что дни лукавы. За 22 мая 2018 года. 1 Коринфянам 7.23.31. Я вам сказаю, братья, время уже коротко. Так что имеющие жен должны быть, как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие. И пользующиеся миром с ним, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. Маринаха. Как же я раньше жила без Бога. И как люди без Него живут. Они ничего не видят, не понимают. Барахтаются там что-то. Придают себе значимость. Господь так велик. Вы же знаете, как мне нужен был этот стих. Именно сегодня. Именно сейчас. Да благословит вас Господь. И ваше служение. Ваше дело. О котике. Котик потерялся. Стихотворение у меня вышло. Тема такая незначительная. Вчера считал его уже. Не буду. Плотник. Интересный день сегодня. Только приехал с пасеки. Матки пщелиные родились в инкубаторе. Ползают такие желтые, красивые. Кстати, вывел эту породу пчел монах Адам из местечка Бакфаст. Простой монах перевернул все институты пщеловодства. Бог любит так шутить. Ну, к Богу слово «шутить» это не подходит. Такого нет слова. Так сказать, озадачивать или как. 1 Коринфянам 1, 27. Но Бог избрал немудрое миро, чтобы посрамить мудрых. И немощное миро избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Дома ждал новый сюрприз. В другом инкубаторе на меня смотрел уже цыпленок Моран, который изо всех сил стремился избавиться от оков скорлупы. Кстати, эта порода кур – единственная в мире, которая несет пасхальное яйцо, которое не нужно красить. Проводятся соревнования на самое темное яйцо. И, наконец, царай меня ждал новорожденный крольщонок Калифорнии. И все эти действия прошли за сегодня. Великие и чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель! Так, если кто-то видит, то только вот это может человек воскликнуть. А больше что сказать? Чудо какое! Сейчас я постараюсь показать, где об этом было сказано. Так, как тут найти, куда? Сейчас, может быть, найду, но показать охота. А тут закачка идет. Нет, вот и есть, оказывается. Ничего. Сейчас мы посмотрим, про что тут говорится. Вот так. Еще и не открывается опять. Хотел показать. Думаю, запущу сразу закачку одного ролика. И нигде не тормозить не будет на этих событиях. А вот он тормозит. Ну, что сказать, тормозит и не движется никак. Сейчас я перекручу. Это, может быть, откроется. Вот, начинает открываться. Опа, ушло. Ну, вот, сейчас сказать на это. Жалко, конечно. Время она затрачивается. Но того стоит показать. Я сам не видел и не знаю, как так можно вывести краску. Откуда курица будет брать краску? А берет, оказывается. Вот. Ну, и что? Ну, ничего. Опять к тому же вернулся. Она, видимо, чуть-маленько подождет. Надо. Вот это вот он сказал. Вот открывается уже все. Прошу прощения. Вот так. А стихотворение-то вот какое нападает. Не нападает, а наоборот. Я сейчас это прочитаю. Потому что к этому стихотворению тот обращается несколько раз. Любимый мой котенок, явно не смышленыш, как, думаю, за матерью своей увязался. Отстал в степи, в лесу ли, явно ненарочно. Был без ошейника, без щипа, ненадеван галстук. Хватились только вечером. Он не явился утром. Искали и кричали по кличке по степи. Тучи подвалили, рассвет казался хмурым. Мы в нашем доме печку решили истопить. Три дня искали всюду по ямам, по грибам. Грешили на котов, на фермеров соседних. Котенок, мол, по клюву грозным истребам. Есть шариков сосед. Он для котов стал столь вредный. Я по следам горящим описываю чудо, Как утром на воздвижении молились слух. Дабы Никола, милостивый, поискал повсюду. Не был мирликийский к молитве нашей глух. Мы только помолились, как появился котик. Чумазый, истощавший, но шустрый непоседа. И синий глаз и неслух, усевшийся напротив, Мяукает умильно и просит отобедать. Чего нам не хватает в обычной суете? Забота у Иисуса о нас, о том, что наша. Теряем в дни имущество скотинку и зверей И к Богу не взываем. Вот это страшно! По временам тихонько к спящему крадусь, За ухом посчитать и по спине погладить. В который раз, молясь, снимаю свой картуз, Благодарю Создателя, котенку глажу лапы. А случая в таких бесчетная весть рать, Когда Бог допускает претерпеть потерю. С колен бы не вставал, когда бы все собрать. Мы с Божьей помощью все скоро перетерпим. Как просто все случается у любящего Бога, Как он нас обиходит, нередко ткнув в тупик. Гляжу на Мышелова, разлегся лежебока, Не поздревает даже, как в жизнь, свою я вник. 27 сентября 2010 года. И вот здесь показывают пчелы, какие желтые матки. В инкубаторе, я не знаю, у нас они сами пчелы выводили, В инкубаторе у нас не выводили. И вот яйца такие, курица, такие, не крашеные. Не знаю, не видал никогда. Вот оно, видишь, что делается. А дальше показывается из яйца, Вылупается такой. Вот интересно. Очень интересные данные, благодарю. Ну и дальше Надежда пишет. Мир вам, спаси Христос за беседу и молитву, Которая была сегодня. То есть, это знакомая наша Надежда, Муха, да. Она привезла отца, он сильно болен, Александр, чтобы с ним побеседовать. Там на операцию, кажется, ему идти. Нехорошая болезнь такая. Ну, мы побыли, побеседовали, зашли. Я говорю, может, снять? Да нет, это может испугать его и наоборот. Он на 11 лет моложе меня. Побеседовали, все. Ну, и она говорит. В ролике «Занятие с детьми по теме «Семья» из книги «К истинному православию» я прочитала места о повиновении жен перед мужьями. А потом, Колосиным, 3.19. «Мужья, любите свои жены, не будьте к ним суровы». И добавил от себя, почему апостол говорит о любви к женам, потому что мужья, пользуясь своей властью, иногда слишком суровы к женам. За это меня обвинили в бабской ереси и пожелали побить палкой. И еще кое-что нехорошее. Писать эти слова не буду. Посмотрите комментарии. Вот этот ролик. Я посмотрел «Пакость» самая тершинная. Ну, я пишу, я заблокировал и стер эту «Пакость» сквернаться. «Как отец ваш поехал от нас? Что-то говорил? Или еще мне нужен ваш в Скайпе? Вызов меня в Скайпе? У меня есть очень сильный материал по воспитанию детей. Это не только мой опыт. Но и мой тут явственно виден. Жду. Здесь этот материал невозможно выставить. Он не помещается и на нескольких страницах в моем мире. Не люблю рвать материал. В Скайпе дайте о себе знать. В Скайпе вставляете Игнатий 10». Вот она написала, я ее послал. И теперь сами, смотрите, выставлять будет этот материал. По моим меркам очень хороший. Я передаю опыт воспитания воспитателя. В детском лагере все-таки начальник был основатель 45 лет. Не два дня. Сергей Игнатов. «Спаси Христос, Богу слава навеки, Ваше высокопреподобие, отец Игорь. Прошу Вашего пастырского благословения и молитвы на боговодные дела и следованию по Господнему пути. А также принять мои искренние поздравления с особо чтимым на Руси праздником и днем памяти святителя Николая, доброго архипастыря и молитвника о душах наших». Вот интересно, это стихотворение откуда-то вынырнуло про котенка-то, и там мы молились Николе Чудотворцу. И сейчас везде как раз какие-то события, которые прямо на него выводят. Мне говорят, как удивительно Ваше стихотворение, это прямо вклинилось в это. «Хотел бы Ваших молитв о том, чтобы наш свято-тихоновский приход и другие тоже стали по благодати Святого Духа. Воистину, дружной во Христе православной общиной, которая собирается не только на одни богослужения, а потом все расходятся и не общаются, не имея общих дел, а жила как одна семья». Это на Украине, у Глидара. Вот он об этом пишет, как письмо написал, кому, не знаю, благочинному. «Нужно, чтобы прихожане были вместе не только на вечернем и утреннем богослужении, но участвовали в разных православных мероприятиях, в том числе прописанных в приходском уставе. Знали его, совместно исследовали священное писание и каноны церкви, соблюдали их, а вместо изгнанной из дома Отца Небесного Господом Иисусом торговли, восстановилась установленная Богом десятина трудовых доходов прихожан. Священники, как воины Христовы, не должны обременять себя чрезмерно хозяйством, чтобы прокормить семью, содержать храм и высшестоящих клириков, устанавливая добровольно-принудительные таксы за совершение таинств». Ну, это любой может такое письмо написать своему руководству. «Наших прихожан нужно учить закону Божьему, чтобы, кроме незримой Божьей благодати, они уносили из храма знания священных писаний, канонов и поступали по ним. Сегодня до сих пор в нашем святотихновском приходе нет воскресных занятий и катехизации прихожан». Панихиды иногда заказывают люди, которых на богослужении никогда не видишь, стоят в храме порой без нательных крестиков, бывает, заходят пьяные, тогда как в ранее апостольской христианской церкви верующие имели одно сердце и одну душу. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, и народ прославлял их. Деяние 4, 32, 35, 5, 13, 13. Вот скажу, что простое предложение его не выполнить сегодня. Где? Они где? Но хоть один-то храм где-то знаете? Нет, не знаю. Вот у нас только это есть. У нас служба начинается, двери на запор, ворота на запор, да еще и дежурные в ограде бывают. Конструктивного общения с настоятелем нашего прихода, отцом Николаем, по вопросам повышения уровня церковной приходской деятельности до сих пор нет. Каноны церкви он выполняет далеко не все. Истинного крещения согласно канонам и нет, а его помощник, молодой священник Виталий, ничего без него не решает. Наш храм в летний период времени нуждается в вытяжной вентиляции, от угара прихожан, от парафиновых свящей, установка кондиционера. Но стоятель решил, что этому не бывать, пока он служит в этом храме. Нужно в притвор храма провести динамики, чтобы там можно было выслушать богослужения, а не превращать коридоры храма вместо бабьих посиделок и праздных разговоров. Для развития прихода, привлечения молодежи нужна программа действий. Наших прихожан нужно разбудить от спячки, призвать быть активными, а не просто купить свечку, оплатить требу о здравии и покоении, отстоять службу, не понимая божественного смысла считаемых по церковно-славянски паремией и апостолом. У прихожан сложился стереотип, что так и должно быть, как есть на сегодняшний день. Для того, чтобы подняться до требований решения соборов Вселенской и Русской Православной Церкви, нужно тщательно анализировать текущую жизнь своего прихода, учить людей живым Словом Божиим, сформировать активность прихожан, готовить и проводить с его помощью собрания прихожан, вести учет каждого прихожанина и знать о его нуждах, заниматься делами милосердия в отношении братьев и сестер во Христе, как в уважающих себя общественных организациях. А церковь, которую создал Господь Иисус Христос, несравненно выше их. И должна быть таковой на деле-то, а не местом, куда могут свободно заходить, не соблюдая правил церкви захожане. Как побудить наших священников храма на этот подвиг? Я не знаю, даже подвигом назвал. Ну, знает, значит, юрист. А какой подвиг-то? Это совершенно естественно. Как побудить священников? Не знаю. Вот так. Молюсь Господу Иисусу Христу, чтобы Он дал нашим священникам и пасть рождение свыше, вводимость Духом Святым, побудил их на благовестие Святого Евангелия на родном русском языке, проповедь живого Слова Божьего и соблюдения канонов Церкви. В нашем приходе нужен интернет для получения оперативной информации из Донецкой пархии, метрополии, ОУПЦ, МП, сведения о программах и других документах Церкви и руководствоваться ими, о творениях святых отцов, изучении их на занятиях после богослужения и в другие дни. В этом отношении в нашем приходе ничего еще не делается. В нашем храме хорошие отзывы оставил после себя отец Богдан, который служит в селе Галициновка. У меня с ним установился контакт по электропочте. И мы ведем переписку, полезную для души каждого из нас, хотя есть и разномыслие. Вопросы, которые мы поднимаем, нашу переписку я прилагаю, будут полезными. Я полагаю, для изучения не только на уровне Мариинского округа, но и епархии. Сегодня у каждого священника должен быть интернет и возможность общения с паствой по скайпу, проводить через него занятия, совещания и собрания. Так что нужно только действовать, проявлять самому здоровую во Христе инициативу под руководством ревностных, твердых и мужественных, как и Иисус новинств, священнослужителей, а не заглушать ее, уклоняясь от нелицеприятных бесед с прихожанами по вопросам невыполнения Божьих повелений и соблюдения чистоты православной веры. Аминь. Недостойный прихожанин святотихоновского прихода в городе Угледарь и Донецкой парке Игнатом Сергеем. 58 лет. Юрист. 22 мая 2018 года. 22. А сегодня 23. То есть свежее. Валентина Сортисон. Мир вам! Благодарю! Очень трогательное и поучительное стихотворение. Только от вас могут происходить такие стихи. Вот видишь, какой отзыв. А почему? Да пишут, о чем попало. Придумают запутанное что-то. Иду. Там, считаю, я здесь стихотворение написал. Ну, фонари так вверху. Фонарь раскинул, руки движутся за мной. Фонарь, руки раскинул. А дальше еще ничего нету. Ну, вранье. Я пошел, смотрю, фонарь на месте стоит. Андрей Александров. Слава Христу! Хорошие стихи. Игнатий Тихонович, сегодня, в день памяти святителя Николая и чудотворца архиепископа Мерликийского, почитаемого в православной, католической, англиканской, лютеранской и древней восточных церквах, вдвойне приятно получить от вас письмо со стихами. Как к месту и вовремя вспомнился ваш ролик, где вы рассказывали, как поехали в Новосибирск за потерянным котом. Показывает. Кто не знает, я напомню. Можете посмотреть. У меня был котик рыжий. Я не знаю, где я в это время жил здесь. Только ребенок у них был. Надежда Васильевна, родная сестра Нина Васильевна, в Новосибирске. Я им отдал этого рыжего котенка. Откуда он взялся, что сейчас, не знаю. Но мы с ним сдружились. Он хороший такой. Я однажды, ну шалаши жили-то, ничего не было еще до возрождения потеряевки. Ну и ночью слышу, сова кричит. Я тогда отодвинул, там запираешься, тоже из травы сделаны, такие двери были, снимались. Нигде его нету. Одна сова. Ну я понял, он вышел на улицу, а сова что у нас? Схватила, задушила. Он маленький был. И нету. Я стою и помолился. Я вижу, он трется о ногу, вылез тоже. Он где-то там в шалаше лежал, а шалаш большой на 10 человек. А потом я спросил, где они, говорят, да потерялся. Как потерялся? Ну дверь открыли, выскочил в коридор. В коридоре не могли поймать его. Ну дома-то такие пятиэтажные или какие. Ушли на работу, когда пришли, никого нету. Ну видимо где-то он был около двери, кто-то открыл он на улицу. Да и что? Ну поискали, нигде нету. Я все бросил. Из Барнаула поволохся в Новосибирск. Пришел, все расспросил, узнал. И пошел по окрестностям. Рядом школа, мастерские какие-то. Везде всех расспрашивал. И там какой-то детдом или кто-то одна. Говорит, а тут какой-то рыжий котенок был. Ну, говорит, прикормили его. Где-то его не видно сейчас где-то нету. Я пошел, рыжий, рыжий. Он выскочил. Еще его на руки унес. В Новосибирске там к нашим принес. Сестра моя Валентина там живет. Пока хозяина не было, прорезали в подпол. Он будет недоволен. Ну, ничего, я говорю, перетерпит. Потому что у меня, видимо, дома кошки были. Вот такое дело. Представьте, котенок потерялся. Ну, еще особенного. А 250 километров с лишним. Туда-сюда поехал 500. Владимир пишет. Дорогой Игнатий Тихонович, сердечно поздравляю вас и всех ваших близких, сестер, братьев, с приближающимся праздником, Днем Святой Троицы. Храни вас Господь. С глубоким уважением мы почитаем всегда ваш Владимир. Вот так. Сергей Игнатов пишет какому-то. Сергей, здравствуйте. С Николаем общался после утренней службы в среду 16 мая. Я подозвал его, чтобы задать пару вопросов касательно крещения. Спросил относительно того, почему в церкви крестят неполным погружением в воду-то, а только брызгают. И почему за это берут деньги, намекнув на то, что в Евангелии Христа Иоанн Креститель крестил погружением в воду и не брал за это денег с Христа. На что Николай начал рассказывать мне, что церкви нужны деньги, потому что они платят десятину. И то, что если человек идет по дороге и умирает, ну надо же его как-то крестить, в смысле побрызгать на него. Но я ему ответил, что ведь к вам-то не умирающие на дороге ходят креститься. А почему вы кропите их, да еще берете за это деньги, делая на это бизнес? Он не ответил. Тогда я спросил, что нужно для крещения. И он сказал, что 2 метра белой ткани необходимо взять с собой. И пообещал, что 27 мая приедет в скидк Савве на мое крещение. И после этого мы разошлись. Самое интересное, что перед тем, как пойти на утреннее богослужение в тот день, я возле АТБ встретил человека, пьяненького дедушку. Он подошел ко мне, взялся за мою руку и начал каяться, что убил человека, забил его до смерти. Вот так и получается. Пришел к своим и не приняли меня. Так же, как было у фарисеев, которые были гордыми и серебролюбивыми. Когда я общался с Николаем, то видел, что он внутренне понимал, о чем я говорил. Но гордость и серебролюбие ослепляло его. В том пьяненьком дедушке, который ко мне подходил, было больше от Бога, чем Николая, так как он видел свою духовную нищету и понимал, кто он. Николая нужно оставить до времени, потому что он не хочет принимать истину, исследовать Божьей воле из-за того, что смотрит на всех свысока. Ведь в Евангелии, когда Христос отправлял своих учеников на проповедь, нести Слово Божье людям, говорил им, чтобы с собой ничего не брали в дорогу, ни еды, ни денег, а довольствовали с тем, что подаст Бог через людей. Я как-то один раз видел, как Николай и несколько человек с ним доставали деньги из урны для пожертвования. Там дело чуть ли до мордобоя не дошло из-за этих денег. А многие удивляются и не понимают, а почему Иуда предал Христа? У меня очень близкая, знакомая, родная, как раз где-то в Прокопьевской работала, там на храм собирали деньги. И вот когда они вскрывали, это люди жертвовали, которые крупные ассигнации, еще по тем деньгам при советской власти, они прям тут же и хватали себе за пазуху, тут же. А доверена комиссия, а комиссия тут же расхищает. Какая-то комиссия. Вот у нас комиссия ни копейки ни разу не пропадала. Мы полностью доверяем, подошли, вскрыли. И батюшка знать не знает, священник должен знать, еще он не должен знать. Вот десятина. Он распоряжается, перекрыли крышу, там что купить, дрова. Все священник оплачивает. Многие удивляются. В одном месте так было, а староста схватил сумку-то и убежал с сумкой с деньгами-то. Ну, написали патриарху Алексею Второму Ридигеру, ГГБ с кличкой Дроздов. И он возмутился и говорит, каких бандитов напринимали в церковь? Не знаю, о чем он скорбел, о деньгах, которые уйти клеили, что бандитов сурово. А сколько патриарх говорил, крестить только в полном погружении, чуть не бывало. Тут нужны экстренные меры. Сразу исключать священников, запрещать на время или и как, не знаю. Ну, безобразничают, думают, что это они властны, а им никто не давал. Если они в полном погружении, апостолское 50-е правило. Все передергивает. Если вот так начинает крутить, вертеть, по-иному объяснять, ответ один – кончал семинарию или академию. Все годы учатся одному, как обмануть людей. Больше ничего, я так понял. И понимаю так. Любое дело, как извращенное, оправдать. Оправдать любое безумие. Ну, лично я так понимаю. А больше как понимать-то? Ну, и немножко показать на наши ресурсы. Вот это я показываю. Опять надо показать. Закрыть теперь эти яйца. Хорошие посмотрели. Вот это мой мир. Я очень люблю эту систему. Очень удобно пользоваться. Тут вверху кисти не два мой адрес. И писать можно, и все. И вот наш православный форум. 1600 тем. Никак не можем раскрутить. Ну, я не делаю это, а раскрутить говорю. Ну, мало. Ну, 250 человек – это уже среднее – в день приходят. За целый год. Обычно, где есть форум, там эта площадка, там спорят. У нас не спорят. Вообще ни одного спора нету. В течение года ни одного. Как так? А потому что материал настолько полный, настолько интересный. 1600 тем. Если говорим о ком-то, там фотографии, видеоролики, и чего только нет. А потеряем, если вопрос задали, или о чем-то. Ну, о чем бы ни было. Так что, а то раскручивать ничего не надо. Приходят, представьте, 250 человек у меня, столовые каждый день садятся. Или библиотека заходит. Чего больше-то нужно? Ну, и дальше у нас что? Православный канал. Открытый моком. Вот он. Большой сегодня. Что у нас здесь? Даже без уличительного-то стекла, я не посмотрю. 19 тысяч 583 подписчика. И просмотры. 19 миллионов 376 тысяч 481. А 11 тысяч 100 видеороликов. Ну, много нового работает. У нас целый коллектив работает. Пишутся в разных сторонах. И потеряем. У нас, как много лагеря нету. А теперь мы под этот выставленный мне сегодня ночью под замком. Это означает, вот сколько выставили за ночь. Это не я. Это там администрация, модераторы. Вот. И сегодня я выставлю еще запасные тут будут. Вот сколько. Примерно 21 ролик или чуть больше. А может не 21. Даже еще побольше. 20. Это на неделю. Вот сколько стоят вот эти златоусты, братолюбие. Это все я буду только замки снимать. Вот видите, сколько замки, замки, замки. Ну, а тут уже ушло пособие. Вчера интересный у меня ролик закончил. Сейчас 16 часов за компьютером просидел. Ужас. Глаза болят. И бросить. Уеду. Да ничего не будет. Да дальше-то. Теперь я вот до 10 октября уезжаю. Никаких разговоров по скайпу не будет. Все. Если кто желает, уезжаю 2-го. До 2-го июня еще могут быть беседы. Кто желает, по скайпу что-то узнать. Но только вот так. Видимо, это запоздает уже. Через неделю будет. Но еще можно успеть. Вот такое дело. Ну и наш православный библейский сайт. Во свете Библии. Вот так. Во свете Библии. Вот что-то кто-то еще зашел. Сейчас я гляну. Вот так. Христова Ольга. Ну, сейчас узнаю, что такое. Христова Ольга. Вот просится Христова Ольга. Чтобы я принял. А вот когда начинается Христова Ольга. Тут написано вот вверху. То нет, ничего. Как правило, это кто-то распространяет что-то. Вот на ваших глазах сейчас смотрите. Я сейчас ткнул, чтобы принять. Мгновенно там загорается синий святое. Вот это вот. И сразу же рекламу сбрасывает. Прямо сразу же, мгновенно. Это о чем говорит? То есть это автоматика у них делает. Ну и другое. Сейчас вот наш сайт. Вот здесь вот. Я могу даже показать, как я делаю. Вот выделяю его. И теперь копирую. Вот. Копировать. Копирую. И теперь возвращаюсь опять на этот. Показываю, как я делаю. Так, что мне нужно-то? А вот, скайп. Вот я добавлю список контактов. Вот я пишу принять. Допустим. Или добавить список. Ну, допустим, принять. Вот. А на самом деле тут еще и нету. Ну, тут надо где-то, видимо, обновить или что-то. Вот так. Я уже знаю, что это робот. Ну, на всякий случай. Снова. А почему-то нет ничего здесь. Ничего нету. Ну. Это потому, что у меня закачивается. Ролик один. И он все тормозит. Вот. Все что-то уже опять брякнуло. Добрый вечер. От крупных компаний. И вот видите, что здесь есть. А у меня свое. Вот здесь вот. Я вставляю свое. И его сразу. Вот она в итоге загорелась. То есть ничего нету. Теперь что я делаю? Заблокировать. Все на этом. Заблокировал. То есть человека никакого нет. Он запустил. Просятся. Ну, а как узнать? Узнать никак нельзя. Ну, он кинул. Я даже не считаю. Знаю, там что-то. Деньги какие-то будут платить. То есть обман. Кого я знаю, которые платили вот этих выиграх, этих участвовали. Все до одного проиграли. Сто процентов. Некоторые с ума сошли. Совершенно сумасшедшие. Сделались. И инвалиды. Он делает это люди. А его нет. Он зашел. Один раз ткнул. Заблокировался. А у него там много заготовок. На тысячу хватит. И на этом все. Теперь надо посмотреть, что у нас получается. На этом все сегодня. Слава Иисусу Христу.